Здравствуйте! Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Алматинской области. В связи с этим мы хотим получить полную информацию и пригласили в гости руководителя областного управления здравоохранения Бауржана Ирбузамовича Скака. Здравствуйте! Расскажите подробно на сегодня сколько случаев зарегистрировано в нашей области? На сегодняшний день у нас по Алматинской области зарегистрирован седьмой случай выявления больного с коронавирусной инфекцией. Это пациент, который 17 марта получал лечение в городе Алматы по поводу артроза, по прибытию в область, по месту жительства. Он обратился предварительно с недомоганием, что лечение хотел он дальше проверить, обосновать. Но учитывая, что сейчас город Алматы находится на карантине и все пациенты, которые идут оттуда обращаются, мы их проверяем по алгоритму. И взяли у него анализы на вирусологию, который дал положительный результат. На сегодняшний день пациент находится в инфекционном отделении. Его два контакта также госпитализированы. Это муж и сын. А, жена и сын. Скажите, пожалуйста, в каких районах находятся именно эти зараженные люди? Значит, у нас первый случай выявления коронавирусной инфекции, это был Карасайский район, поселок Каргаулды. Пациент, он по прибытию с Мекки, он вернулся через Стамбул, Бишкек, прибыл в нашу область, побывал в городе Алматы, встречался с своими знакомыми. Потом поехал в Джамбурскую область, в город Чу, к своим родным. И там встречался и вернулся в Карасайский район. И когда он почувствовал недомогание, незначительное повышение температуры и кашель, уже заранее зная, что уже идут вот такие мероприятия и везде с такими симптомами, он забеспокоился, предупредил наших медицинских работников, позвонил, что он прибыл с Мекки. Наши по алгоритму его встретили, то есть уже в защитных костюмах взяли исследование, изолировали, у него был подтвержден. Когда начали исследовать его контакты, значит, у него контакт, круг выявили как в городе Алматы, так и в Джамбурской области. Потом мы выявили в нашей Алматинской области, в Карасайском районе, еще двое его знакомых друзей. Те тоже были изолированы, госпитализировано провизорное отделение, анализы взяты, результаты отрицательные. И у этих контактных, тоже контактные лица семьи, также были взяты под наблюдение. Хочу напомнить нашим телезрителям, если у вас есть вопросы, звоните на наш телефон 400109. Также на ваших экранах есть номер телефона, WhatsApp, мессенджер, можете написать туда ваши интересующие вопросы нашему гостю. Скажите, пожалуйста, как проходит карантин, сколько человек находится на карантине сегодня в области? Значит, на карантине цифры, то есть информация меняется ежечасно, даже, можно сказать, через каждые 10-15 минут обновляется. Значит, по последним данным у нас на карантине находилось 626 человек, из них 166 человек находились на стационарном лечении, остальные на домашнем карантине. Из них, значит, 7 случаев уже с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Все их контакты на сегодняшний день выявлены, проходят обследование. У многих результаты отрицательные, но они также изолированы. Вот какой срок выявления коронавируса у медиков? Какие вот сроки вы сами ставите и вообще когда выявляете? Значит, инкубационный период на сегодняшний день мы придерживаемся 14 дней, то есть за этот период он должен проявить себя. Также, значит, в первую очередь, конечно, мы сейчас смотрим, если пациенты прибыли из неблагополучных стран, из 1А категории, и на сегодня уже с города Алматы, учитывая, что там объявлен карантин, все люди, которые оттуда выезжают, при незначительном обращении на какое-то недомогание, кашель или с признаками ОРВИ, мы всех обследуем на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день. Сдача анализов происходит сегодня, тут же выявляется или для этого нужно время? Для этого нужно время, значит, анализ на вирусологию, это проводится методом полимеразно-цепной реакции, ПЦР методика, она в достоверности очень высокая, поэтому на это нужно время. То есть у пациента берутся анализы, они отправляются в национальный центр экспертизы, и через несколько часов она уже после постановки анализа, она уже будет готова. То есть если на вечер или на ночь брать, к утру или ночью мы уже получаем результаты. Из всех случаев, которые выявлены, три случая были завезены людьми, которые были в дальнем зарубежье, то есть остальные это наши граждане, которые не соблюдали меры предосторожности, им всем было сказано не ограничить места большого скопления людей, они посещали худалок, свадьбы, и в результате чего большое количество заражений людей в них пошло. То есть в одном случае у женщины, которая умерла в Нур-Султане, она прибыла в нашу Алматинскую область, была в поселке Туздобастав на худалок, дальше она вместе с этими людьми поехала в Джамбульскую область, и когда мы начали обследовать, очень большое количество наших граждан, которые мы вынуждены были их изолировать и брать у них анализы, то есть очень большое количество пациентов, которые были с ней в контакте, и среди них был выявлен случай, поставили мы диагноз. Второй случай, это тоже так же, женщина поехала в Узбекистан, поехала на свадьбу, потом по возвращению обратно в нашу республику, Туркестанская область нам сообщила, что люди в количестве 14 человек пересекли границу, были на свадьбе, и они все направляются в Алматинскую область. Мы их всех здесь уже встретили, изолировали, им дали памятку, объяснили, у всех были взяты анализы, и среди них был выявлен женщина, вот сейчас, которым мы выставили тоже диагноз, коронавирусная инфекция. После этого пришлось уже изолировать их домашних людей, то есть в количестве 6 человек. То есть мы те меры, которые мы призываем население, сидеть дома, этим самым они помогают нам, медикам, чтобы остановить вот эту эпидемию, инфекцию коронавирусную, и они его не соблюдают, и это приводит к большому количеству заражений людей. Нам известно, что в нашей стране уже два медицинских работника заразились коронавирусом. Как обстоят дела в Алматинской области? Насколько защищены наши медики? Значит, на сегодняшний день все медицинские организации нашей Алматинской области обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами. Да, конечно, его количество сейчас стремительно уменьшается, но уже заявки поданы, поступают со стороны министерства по заявке через СК-фармацию. Также благотворительный фонд, меценаты стараются помочь. Также были случаи, когда со стороны ДВД они выявили случаи нарушения со стороны граждан, изъяли большое количество масок, и они тоже безвозмездно передали медицинские организации. Мы, соответственно, обеспечили все медицинские организации и также людей, которые находятся на блокпостах. Несмотря на это, мы по телевизору говорим и в социальных сетях все время говорим, как защищаться от этого вируса, однако вопросы все равно поступают. Вот пишут, добрый день, можно ли возле двора ходить без маски? В каких случаях надо надевать маски? В каких случаях можно ходить без них? Разъясните, пожалуйста. Ну, вообще, при соблюдать безопасность, это ответственность каждого гражданина. То есть, конечно, если он уже выходит на улицу и собирается посетить места, где будут скопления народа, он должен себя обезопасить и, соответственно, одевать маску, чтобы обезопасить как себя и окружающих. Ну, во дворе, соответственно, будут находиться так же люди же, поэтому желательно в таком расстоянии лучше одевать. Если, конечно, это безлюдная улица и человек один идет и проветриваемые, тогда, может быть, на какое-то время можно и незначительно быть без маски, подышать. Но, опять-таки, если уже вы уходите без надобности, нет необходимости посещать, скажем, магазины продуктовые, раз уже выше, вы обязаны сейчас соблюдать, то есть, одеть маску и тем самым не подвергать опасности и себя, и окружающих. Здесь вот задают вопрос, я просто обязана прочитать. Добрый день, скажите, пожалуйста, 7 случаев карантин в области объявят ли, задают телезрители. Значит, на сегодняшний день уже главным санитарным врачом готовится постановление об усилении мер по случаю, когда в случае выявления коронавирусной инфекции уже превышает более 6 случаев. То есть, меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и профилактикой будут жесточены. Значит, это общественный транспорт, передвижение людей без какой-либо надобности. Также будет ограничена возрастная категория, то есть, люди старше 65 лет не рекомендуется посещать общественные места. Также детям несовершеннолетним без сопровождения взрослых. Ну и желательно, конечно, будет, наверное, больше 3-4 человек, наверное, не собираться. Почему? Потому что любое большое скопление, оно приводит к распространению данного вида инфекций. Вот тоже задают вопрос. Здравствуйте. В каких районах конкретно выявлен коронавирус? Вы уже говорили, но все-таки для телезрителя, повторите, пожалуйста. В каких районах Алматинской области на сегодня есть? На сегодняшний день, значит, это Карасайский район, пациенты оттуда были выявлены, Джамбурский район, Ильисский район, Ембеши-Казахский район. Это возле Алматы все районы? Да, это те районы, которые близко находятся мегаполисы. Еще один вопрос. Вот говорят, если человек не согласился лечь на карантин, что с ним будет? Значит, если человек отказывается, может быть, прибыл откуда-то и не захочет на карантин. Значит, для этого предусмотрена ответственность. Первый раз ему дадут предупреждение, значит, это административное. Значит, он обязан будет выплатить штраф, если он начнет нарушать второе, уже мог применить уголовную ответственность. Вот до лишения свободы. Поэтому лучше... В любом случае, учитывая данную ситуацию, граждане обязаны будут соблюдать положение, которое объявлено главным санитарным врачом. То есть при чрезвычайных ситуациях. На вот этих санитарных постах вокруг города Талдыкургана сидят и ваши врачи. Насколько вот они защищены? Поскольку вот тоже пишут, насколько защищены именно те, которые сидят на санитарных постах? Ну, я все наши посты, многие объехал. Сам лично убедился, что у всех имеются средства индивидуальной защиты. Также дезинфицируют все средства. Они в основном оказывают консультативную помощь. У населения спрашивают среди них, есть ли люди, которые жалуются на повышение температуры, или на кашель, или сухое, или недомогание. Так как они все уже прибывают со стороны города Алматы, где объявлен уже карантин. В таких случаях опасно сесть. Вот еще задают вопрос. Ну, это вроде бы какие-то такие простые вопросы, но людям хочется получить на них ответ. Скажите, пожалуйста, сколько времени надо находиться во дворе, но нам не разрешают выходить? Везде говорят, будет карантин. Что нам делать? Еще раз хочу повторить, для наших граждан, раз уже меры приняты, оно гласит всем находиться дома. То есть на улицу выходить только по необходимости. То есть это в продуктовый магазин или в аптеку. Значит, даже посещение сейчас больниц мы запретили посещать пациентов, то есть в онлайн-режиме. А если у людей появляется температура или какое-то недомогание, или симптомы ОРВИ, они звонят на 103. Соответственно, бригада отрабатывает в необходимом алгоритме. Здесь вот тоже такой же вопрос пишут. Вызывать скорого домой можно? Ну, это, конечно, скорее всего, если у людей есть температура, они просто обязаны вызывать скорого? Да, если они не должны ставить под угрозу как свое здоровье, так и здоровье своих близких, которые в его семье. Хотелось бы еще отметить, нельзя шутить и давать ложную информацию. То есть вчера по Алмате был случай, когда молодой человек решил проверить работу службы медицинской службы. Написал через медицинскую информационную систему, что он болеет коронавирусом. Соответственно, службы отреагировали. Но в этот момент помощь могла бы быть необходима другому человеку. Он просто решил проверить. Соответственно, он уже будет привлекаться за свои действия. К нему будет применено административное... И любого человека, который будет так распространять информацию, такую недостоверную, фейковую, ко всем... Они будут отвечать в рамках своей ответственности, какой они нарушили. Поэтому, прежде чем что-то выкладывать, надо сначала сто раз подумать. Почему, вот пишут, те, которые первыми прилетели из-за границы, не изолировали от общества? Ну, вроде бы как в нашей области сразу же их положили на карантин. Так, Иль? Значит, Казахстан начал принимать меры уже за два с половиной месяца вперед. Уже после Нового года уже начали эти мероприятия приниматься. А по поводу карантина, в тот момент те или иные страны, они не попадали под категорию, которым необходима была карантинизация по прибытию. То есть, это принимается, значит, от числа зараженных или выявленных людей в той или иной стране. Только после этого. Только после этого. Есть у нас телефонный звонок, телезритель дозвонился, мы вас слушаем, говорите. Задавайте свой вопрос. Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите. Вчера, в субботу, в коммунальном рынке все было открыто. Люди без масок, без ничего. Мясо висит на улице, сметаны открыты. Как мы будем защищаться, если вот в такой ситуации никого нет? Директор коммунального рынка просто защищается, что я ничего не могу делать. Спасибо большое. По данному поводу, сейчас главный санитарный врач в области готовит постановление. И там, где будут прописаны все вот эти пункты. То есть, как до этого я уже говорил, меры будут уже защищены. После вот таких случаев, когда с каждым днем увеличивается число зараженных, мне кажется, такие... Меры, они необходимы. Да, ярмарки, мне кажется, нельзя проводить уже. Ну, уже сейчас там будет все прописано. И вот таких случаев все будут учитываться. И чтобы обезопасить наших людей, будут приняты жесткие меры. Жесткие меры будут приниматься. Скажите, вот время нашей программы закончилось, но в то же время ваши пожелания, вот жители Малматинской области? Значит, пожелание остается только одно. То есть, соблюдать меры, которые приняты при чрезвычайной ситуации. Значит, всем находиться дома, не выходить за пределы дома без какой-либо необходимости. Значит, ну, это, как было сказано, желательно, чтобы выходил только один человек в продуктовый магазин или в аптеку. А все остальные меры по необходимости вы можете обращаться, значит, если по скорой на 103. И также будут объявлены телефоны колл-центра. Значит, телефон колл-центра 41-12-12. Это, оно работает в круглосуточном режиме для жителей Алматинской области, а и для других. Где вы можете сообщить о своей проблеме, и по нему будут уже приниматься меры тоже. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли, ответили на вопросы наших телезрителей. Каждый день на телеканале ЖТСУ в 16.00 у нас работает студия программы «Сегодня». Встретимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова